Все эти годы мы регулярно говорили о цинизме кремлёвских марионеток на оккупированных территориях. Казалось бы, к этому пора бы уже привыкнуть. Но есть истории, когда просто челюсти до пола отвисают от неадекватности боевиков. Лидер государства подчеркнул, пока эпидемическая ситуация на Украине не поменяется, речь об открытии КПВВ даже не идёт. На протяжении полутора лет мы регулярно рассказывали о том, как из-за закрытия блокпостов страдают люди на оккупированных территориях. Старики вынуждены отдавать боевикам за обналичку 10% своих пенсий. А молодёжь и семьи с детьми не могут нормально отдохнуть летом. Ведь выехать из гетто почти невозможно. Погода только начала налаживаться, а пляжи Седово уже заполнены. На море приехали со всех городов республики. Единственным вариантом на несколько миллионов жителей остаётся богом забытое Седово. Без самой элементарной инфраструктуры. Зато с космическими ценами, комендантским часом и, конечно, блокпостами на въезде. Прикинь, Даня, какая очередь. Это ужас. Вот это вот мы только выехали из блокпоста из Седова, и вот это такая очередь. Это мы едем. Внутренними блокпостами, на которых отдыхающие вынуждены стоять по полдня. Прикинь! Ай-яй-яй! Так это в две колонны! В две колонны стоят! Казалось бы, в чём проблема не мучить тех же детей и открыть блокпосты, чтобы семьи из Ордло могли отдыхать в том же Мелекино, Урзуфе или Щурово со Светогорском. Но Пушилин всё это время имитировал страшную заботу о здоровье людей. Открыть границы с соседним государством значит пренебречь безопасностью и жизнью наших граждан. Мол, в Украине коронавирус зверствует, нельзя границы открывать и даже сроков не видно. И пока ситуация на Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим. С учётом того, что там происходит, говорить об изменении ситуации на наших КПВВ пришти временно. Всё это звучало очень нелепо, особенно с тем учётом, что и число заболевших в Украине падает. И темпы вакцинации куда выше, чем в Ордло, где за пять месяцев в Луганской, типа Народной, привили только 46 тысяч человек. На сегодняшний день у нас провакцинировано порядка 46 тысяч человек. И это при том, что ждать увеличения динамики не стоит, с тем учётом, что хранить вакцину в недореспубликах тупо негде. Ну, есть определённые сложности, она должна храниться в морозильных камерах, то есть у нас нет таких возможностей. То есть катастрофическая ситуация, особенно с тем учётом, какая жесть уже сейчас началась в России. В Москве огромная динамика по коронавирусу, которой не было в предыдущей пике пандемии. Там с каждым днём новые рекорды по числу заболевших. Но доверия к спутнику у россиян нет. Вот так, например, характеризует российскую вакцину уропатриот Гиркин. Вот эту бормотуху, извините, которую сварганили на коленке наши замечательные врачи, которые проталкивают пан Проценко. Мол, сверху поставили задачу любыми путями сделать первыми в мире. Вот учёные сварганили, цитата, «бормотуху», колодцы которой у русских нет желания. В США привили почти 180 миллионов, в Китае почти 900. У нас 15. Ну, не зря же в Кремле говорили, что вакцина для них – это новая нефть. А то, что прививаться спутникам не хотят даже свои – естественно, плохая реклама. И вот случается перебывание в воздухе на самом высоком уровне. Ведь Путин лично обещал, что принудительной вакцинации не будет. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно. А теперь всё. Делают вид, что не было такого. Не просто загоняют людей колодца бормотухой, не предоставляя альтернативы из других вакцин. Но и всех отказавшихся лишают части гражданских прав. И в условиях роста числа заболевших коронавирусом приняли жёсткое, но абсолютно оправданное решение – объявить обязательную вакцинацию. Здесь был Пушилин, у которой якобы так сильно переживал за здоровье людей. Открыть границы с соседним государством – значит пренебречь безопасностью и жизнью наших граждан. Срочно закрыть границы с Россией. Особенно с тем учётом, что количество гастарбайтеров из Ордло измеряется сотнями тысяч. От безработицы и низких зарплат в России убежали даже шахтёры. Это не только шахта «Холодная балка» коснулась, а многих и других предприятий специалисты выезжали. Они не получают здесь денег. Вернувшись домой на выходные, многие из них гарантированно завезут мутировавшую дельту в Ордло. И закончится это с учётом отсутствия квалифицированных специалистов. Там пневмония – это приговор. Понимаете? Там нет врачей, там нет лекарств, там лечить некому. Настоящей катастрофой. Ну а что же Пушилин? Думаете, закрыл границы с РФ? Да как бы не так. Наоборот, спустя полтора года решил открыть границы с Луганском. Границы с ЛНР откроют на следующей неделе. Этот вопрос уже решён. То есть никакие жизни дончан и луганчан кремлёвских марионеток не волнуют от слова «совсем». И закрытие блокпостов с Украиной с эпид-ситуацией никак не связано. Чистая политика, чтобы не дать людям, которым по 7 месяцев не платят зарплаты... За последние 7 месяцев сложилась такая ситуация, что 7 месяцев мы, к сожалению, не получали заработную плату. Полностью остановилось производство, продукция никуда не сбывалась. Сбежать в тот же Мариуполь, где металлург за месяц получает больше, чем такой же металлург, но в Янакиево или Алчевске за полгода. Подавала в прокуратуру задолженность за 4 месяца и так и не выплатили. Никаких реагирований не происходит. Даже сами боевики признают, Донбасс превратился в типичный чемодан без ручки. Деградация Донбасса, она налицо. Ни туда, ни сюда, чемодан без ручки, он только является черной дырой, в которую вливаются немалые бюджетные средства из Российской Федерации. Куда Россия вроде бы вливает деньги, но с учетом распилов от местных марионеток... Да нет там никакой экономики, там просто черная дыра, в которой сидят черти, которые пилят деньги все. Пилят и откатывают. Ничего не остается не то, чтобы рабочим, а и воюющим боевикам. Посмотрите, какие объявления, например, расклеены в Донецке. Людям предлагают воевать с окладом аж в 16 с половиной тысяч рублей. Кому сложно перевести в гривны, мы поможем. Это чуть больше 6 тысяч гривен. У кого-то еще есть вопросы, почему даже боевики пытаются сбежать из Ордло? Ездил в прокуратуру, чтобы помогли уволиться по окончанию контракта. Я переслужил уже три месяца. Сказали, что ничем помочь не могут. Если я не подал рапорт за два месяца до увольнения, он автоматически продлевается. Когда я сказал, что мне проще молча уйти, он мне сказал, что это уголовное дело. Ну да, для одних, чтобы не убежали, закрыли блокпосты. Другим грозят уголовными делами за самовольный разрыв контракта. Третьи просто ноют, что даже раненым и семьям погибших помощи от государства нет. Я вспоминаю, встречаюсь с ихими родными, с погибшими. Мне на них больно смотреть. Просто живем, у нас тут как, ну, внимание. Куда ни поедись, дети пинают. То есть такая себе Северная Корея на минималках, где миллионы людей заперли в гетто и крутят круглыми сутками пафосную лабуду, от которой непонятно смеяться или плакать. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Клянусь! Всегда быть верным своей республике. Это, например, уже в упомянутом Молчевске устраивают праздник по случаю принятия присяги юнармией. Обгоняя друг друга, сюда бегут торговать лицами чиновники. Поздравить молодежь города с торжественным событием прибыла глава администрации Алчевска Наталья Пяткова. Для молодого пополнения принесения клятвы первый серьезный шаг в свою взрослую жизнь и осознание своего предназначения – служить народу республики. Те самые, которые полгода игнорировали просьбы родителей этих детей – выдать им зарплаты. Прибыла глава администрации Алчевска Наталья Пяткова. Не отвечает нам ни прокуратура, ни пасечник, ни глава городской администрации Пяткова. Работала на АМК 30 лет. Рассчиталась оттуда. Я мать пятерых детей. Завод не платит деньги. Расчетные не получила. И за то, что я отработала, мне тоже не заплатили. Но о проблемах металлургов по телевизору – ни слова. Зато про юнармию, кажется, экран треснет от дутого пафоса. А еще от максимально жалких страшилок из Украины, где солдаты якобы вынуждены рассчитываться оружием за продукты. Бандиты не стали дожидаться ротации и стали продавать оружие местным жителям. Некоторые особо упоротые лыцари даже стали расплачиваться гранатами и оружием в магазинах. Если вам кажется, что большее безумие придумать сложно, то сразу расслабьтесь. Луганские и донецкие пропагандисты всегда смогут вас удивить. Помните фееричные истории о Путине, который якобы настолько же крут, как Цезарь или Александр Македонский? Владимир Владимирович – это великий политик, вот как историк со своей колокольни. Я без преувеличения говорю о том, что это тот человек, которого можно поставить в один ряд с Александром Македонским, Цезарем, Наполеоном. Так вот, новоросским пропагандистам этого, видимо, показалось мало. И на этой неделе Путин превратился, внимание, в нового Папу Римского. Последние годы Папа Римский говорит не то, что хотят слышать христианские консерваторы. Вот хотим мы того или нет, но вот такую роль морального лидера или духовного лидера, если хотите, вот должен играть Владимир Владимирович Путин. Не президент страны-агрессора, развязавший кровопролитные войны в Грузии, Украине и далее по списку. А духовный лидер мира, понимаете? Я бы сравнил выступление программной речи, в том числе и с трибуны этого форума, с воззваниями Папы Римского. И вот здесь мы еще раз проведем аналогию Северной Кореи, где люди, живущие в тотальной нищете, заняты не улучшением жизни вокруг, а нахваливанием вождя. Мол, ну а вдруг заметят и хоть немного увеличат пайку? Собственно, ровно на таких же вехах из пафоса и бравады держится и русский мир, где люди отлично понимают, что это путь в никуда, но изменить ничего не могут из-за банального страха.